Виталий Перевертайло, студент-медик ПетерГУ, планирует стать нейрохирургом. В блок-тур по учебным заведениям Петрозаводска поехал, чтобы посмотреть, как сейчас в Карелии готовят первичное медицинское звено. Одна из точек экскурсии – аккредитационно-симуляционный центр базового медицинского колледжа. Здесь будущий врач в своей стихии может и сам показать коллегам, как правильно работать на тренировочном оборудовании. Прокинулись на человека и начинаем. Раз, два, три, четыре. Оборудование центра может симулировать разные ситуации. Например, в родильном отделении можно отработать и физиологические роды, и кесарево. А манекен для тренировок сердечно-лёгочной реанимации будет погибать столько раз, сколько потребуется для закрепления материала. При этом состояние пациента отражается в реальном времени на операционном мониторе. Чистота пульса показывается, что мы делаем всё в пределах нормы. У нас нет тахикардия, у нас нет брадикардия. По словам Виталия, оснащение учебных заведений среднего медицинского образования теперь не уступает вузовскому. В мастерских автотранспортного техникума будущий медик уже пробовал себя в качестве хирурга спецтехники, автослесаря. Это вторая точка тура. Кстати, экскурсоводом для ребят выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. Без подготовки он и так всё знает о каждом объекте. Совет работодателей, они участвуют в жизни учебного заведения. Ну и, конечно, собственно, ведут работу по подготовке кадров вместе с колледжем. Всё это позволяет практика, конечно. Я говорил, что приедете сейчас на завод, наверняка, встретите практика. В мастерских автотранспортного техникума студенты занимаются конкретно тем, что ждёт их в будущем. Программируют станки ЧПУ, оттачивают навыки сварки, управляют спецтехникой на симуляторах. Блогерам тоже дали порулить. Опять заглубь. Стихление бросили. Это же всё как в реальный симулятор. Ещё ребята посетили колледж технологий и предпринимательства. Здесь в 23-м году создали образовательный кластер по федеральной программе «Профессионалитет». Оснащено 8 зон по виду работ. Лаборатории технологий парикмахерских услуг, маникюра и педикюра, визажа и так далее. В конце экскурсии – демонстрация профессиональных качеств студентов-поваров колледжа. Чай с пирогами и мороженое по советскому рецепту. Ребята готовят абсолютно очень вкусно. Очень понравилось мороженое. Мороженое действительно великолепно. Я не был в Советском Союзе, я не знаю, что там за мороженое было, но оно действительно великолепно здесь. Подобные туры проводятся регулярно. Некоторые блогеры участвовали в пресс-туре не в первый раз. Для других – экскурсия с главой республики в новинку. Артур Олегович – это было как мнение сверху. То есть он говорил, что здесь хорошо, что здесь лучше, где другие есть проблемы. Получилось немножко обсудить это. Нравится, что это как раз-таки был взгляд с разных сторон. И людей, которые относятся к сфере, и не относятся. И Артур Олегович, который как бы возглавляет вообще любые реформы в данной области. В конце – традиционное селфи с главой. Илья Лопухин, Станислав Шведов, Служба новостей.